Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2. Объявив официально о своем втором замужестве, Ольга Орлова в микроблоге все чаще приоткрывает дверь в свою личную жизнь. Ведущая Дома-2 немного рассказала о своем муже и о том, что у него есть взрослая дочь, умница и красавица. Ранее, отвечая на вопросы подписчиков, Орлова говорила о том, что супруг строит дом, в который они намерены перебраться в будущем и забрать всех ее собак. Ведь одна из них нашла в Валерии свою любовь, как шутит Ольга в сторис. Решила более подробно освещать свою личную жизнь ведущая Дома-2 в соцсетях или откровенно говорит Ольга Орлова с теми, кто интересуется не только ее образом телеведущей. Кстати, добрый к участникам телестройки, она себя не считает. Но напоминать о своей работе на экране Орлова, закончившая карьеру певицы, тоже не устает. Интересно, какими еще подробностями из личной жизни себя и своего мужа готова поделиться Ольга Орлова. Екатерина Горина достаточно давно говорила о смене фамилии, а брак с Артуром Николычуком стал отличным поводом это сделать. Впрочем, в МФЦ, где ей пришлось менять все документы, Горина наверняка успела пожалеть о своем решении. В сторис девушка вынуждена была признаться, что заполнение всех заявлений закончилось ее истерикой. Бланк, выданный сотрудницей, участница Дома-2 переписывала порядка десяти раз. К счастью, на помощь ей пришла все та же сотрудница МФЦ. Пока Катя пыталась успокоить нервы сигареты, девушка заполнила за нее все документы. К слову, сама Горина уже нашла себе оправдание, возмущена, что хейтеры обвиняют ее в тупости. В действительности же у девушки есть диагноз, в котором она уж точно не виновата. Екатерина убеждена, у нее дисграфия, якобы от невнимательности она путает местами буквы и допускает глупейшие ошибки, хотя знает все правила и в целом считает себя грамотным человеком. Ольга Бузова провела в больнице несколько недель, пытаясь восстановить двигательную способность руки. Уже ни для кого не секрет, травмы, полученные Ольгой во время шоу «Ледниковый период», не прошли бесследно. Причем врачи настроены не слишком оптимистично, намекая, что без должного лечения и даже с ним рука звезды может навсегда остаться обездвиженной. Впрочем, в планы самой Оли явно не входит длительное пребывание в четырех стенах, так без инстаграма Ольга не выдержала и двух суток и даже умудрилась пару раз сбежать из больницы до выписки. Ну а пару дней назад Бузова, явно решившая стать современной снегурочкой, впервые вышла в свет. На красной ковровой дорожке Оля появилась в белом облегающем платье с перьями в районе декольте, и было трудно не заметить, как округлились ее бока и живот. Впрочем, куда хуже дело обстоит с лицом. То ли от лекарств, то ли от запрещенных препаратов, в употреблении которых ее подозревают довольно давно, поющая ведущая сильно отекла. По крайней мере, таких упитанных щек и заплывших глаз у девушки не видели очень и очень давно. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта Шлок признается в своем прямом эфире Дмитрий Васильев, что он считает Кристину Бухенбалт и Артема Гранта хайпажорами. Накануне Артем и Крис помирились в очередной раз. Дружно теперь сидят в телефоне, выискивая отзывы и обсуждения своей пары в соцсетях и блогосфере. Как будто на телестройке есть те, кто пришел не за публичностью и известностью, а за реальным опытом отношений. Неужели Дмитрий Васильев себя к хайпажорам не относит, а сидит на проекте вместе с более активной и яркой Викторией Бахревой из любви к искусству или к протеиновым коктейлям, столь усиленно им рекламируемым. С другой стороны, в микроблогах участников, включая Диму Васильева, все чаще звучат нотки недовольства тем форматом отношений, которые сложились у Кристины Бухенбалты и Артема Гранта с надоевшими ссорами и примирениями. Притирка характеров идет или создание ярких эфиров Дома-2, как считаете? В какой-то степени все-таки телепроект Дом-2 называется зеркалом жизни, пусть даже и кривым. Так, к примеру, Андрея Черкасова следует Алексей Безус, отстаивая патриархат на телестройке и в жизни. Только не устарели ли эти взгляды ведущего Черкасова и проектного хитреца Безуса, как считает Катя Горина, представляющая более молодое поколение? Андрей Черкасов всегда позиционировал себя как сторонника патриархальных отношений, хотя и не умеет достойно парировать другим звездам телевидения, той же Ольге Бузовой или Ксении Собчак. Теперь в рядах строителей любви у него есть последователь, выпросивший себе на проекте койко-место вместе с беременной подругой Репиной Алексей Безус. В реальной жизни, как показывает опыт тех же выпускников Дома-2, женщины быстрее адаптируются к повседневной жизни, лучше раскручивают свои страницы в Инстаграме, не слишком озабочены вопросами феминизма и равноправия, так как постоянно заняты, тем более, что им как раз приходится заботиться о детях, таких сторонников патриархата, как Алексей Безус. Неплохо устроились Черкасов и Безус, прикрываясь традиционными ценностями и устаревшими принципами. Разве не так? Надолго того же Безуса за воротами не хватило. Совсем иное он писал со своего аккаунта в сети. Потом тоже страдать от образа привитого на Доме-2 будет. Александра Черно теряет вес и охотно хвастается перед подписчиками своими успехами в вопросе похудения. Последние уже стали свидетелями того, как Черно влезла в свои самые маленькие джинсы. Правда, при этом бывшая участница все же выглядела огромной, впрочем, ее все устраивает. Накануне Александра решила обновить гардероб, продемонстрировав подписчикам не только новую куртку, толстовку и джинсы, но и новую прическу. Сама Черно наверняка рассчитывала выглядеть стильно и по-молодежному, но вышла с точностью наоборот. Так ярко-синяя куртка добавила девушке объемов, а вот стрижка и вовсе изуродовала. Саша обкромсала свои нарощенные волосы, сразу лишилась остатков женственности. Сейчас молодую мамочку нетрудно спутать с самым настоящим мужчиной, причем не помогает ни макияж, ни ресницы, которые Саша только нарастила, еще не успела отодрать. На откровенный разговор Ксения Бородина решилась после очередного интервью Виктории Бонни. Девушки конфликтуют уже не первый год, публично опуская шпильки в адрес друг друга. Ведущая Дома-2 неоднократно негативно высказывалась об экс-участнице телестройки. Бонни отвечала тем же. Не так давно красотки едва не устроили скандал во время вручения премии в российской столице. Тогда Бонни дали награду, а Бородину от вида счастливой Вики буквально перекосило. А на днях Виктория дала интервью и, конечно, не упустила возможности задеть Ксюшу. Очень многие хают в своих сторис, та же Бородина, но у нее просто нет внутренней силы, чтобы это сказать в лицо, заявила светская львица. Ведущую Дома-2 Ксюшу это высказывание буквально взбесило. Бородина тут же хорошенько врезала Бонни, обвинив ее в хайпе на своем имени и напомнив, что еще несколько лет назад Вика вела себя крайне недостойно. Я этих людей отмазывала в свое время перед продюсерами, когда они катали на своих крузаках чуваков. Я всегда была против этого. Мне тогда был 21 год, я тусила, гуляла, могла выпить, но при этом много работала и не протирала штаны на шоу. Я же молчу про километры членов, которые они отволшебничали, потому что это не мое дело, возмутилась Бородина, отметив, что можно просто начать жить своей богатой жизнью и оставить ее в покое. Бородина объяснила, что новый виток конфликта с Бонни случился на фоне пандемии. У девушек совсем разные взгляды на ситуацию. Бородина открыто заявила, что все теории про облучающие вышки 5G, которые отстаивает Бонни, полнейшая чушь. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.